Юзин, поздравляю вас с изумительным показом изумительных шляпок. Спасибо. Сколько вы работали над этой коллекцией? Ну, меньше, чем над прошлой, но месяца два-три. Но здесь еще помимо рук работает душа. Видимо, вы день и ночь работаете над красотой. Да. И это не требует усилий, это ваша суть, потому что вы вызываете восторг, ваша коллекция изумительна. Это моя карма. Скажите, а вот раньше были и даже сейчас есть такие страны, где есть король и королева, и непременный атрибут их – это короны. А вот шляпка, по-моему, это даже больше, чем корона для каждой женщины. Нет, шляпка, на самом деле, это всегда есть какой-то символ. И шляпка всегда в любой эпохе, в любом историческом моменте – это был символичный очень элемент. Да, вот шляпки ваши, они обладают колоссальным будущим, и в то же время они идут из прошлого. Вот этот момент преломления истории шляпки в сегодняшний быт и сегодняшнюю красоту. Как вы это делаете? Я не знаю. Вы изучали историю шляпного деда? Конечно, у меня есть образование профессиональное, естественно, у меня есть образование в своей области, которое мне очень помогает для создания каких-то новых образов коллекции. Потому что, на самом деле, профессионал – человек, у которого есть, помимо образования, есть еще широкий кругозор и есть еще опыт в той области, в которой он работает. Но все равно очарование не дается с образованием. Это ваша душа работает. Душу не образовывают. Это уже, это уже, как бы, мой дар, видимо. Да, божественный дар, несомненно, дар божественный. Скажите, а вот женщины, которые вас обожают, они передают вам какие-то пожелания, что они, или вы сами им, сами, как бы, в них вкладываете их собственные желания? Нет, женщины, которые меня обожают, они желают, чтобы я для них сделала красоту. Поэтому, как правило, женщины, которые меня обожают, они доверяют тому, что я отвечу им тем же обожанием и сделаю их мега красивыми. Вот в прошлый раз мне поразили шляпки с так называемой кулинарной особенностью. Там были блины, были мороженое. А какие шляпки у вас рождаются на уровне подсознания? То есть это вот тогда вы воплотили, как бы, гурманные качества, воплотили в изумительные шляпки, там, блины с икрой, например. Сейчас были цветы. А что будет в будущем? Что женщины будут носить этой весной? Ну, они будут носить эту коллекцию? Нет, ну, я же не аналитик, я художник. Поэтому я делаю то, что я чувствую. Поэтому для меня вот сейчас, в данный момент, я почувствовала так. Что будет завтра, я не могу сказать. Но завтра будет красота, красота шляпок Юджин. На каждой головке изумительных московских женщин. Это я могу точно гарантировать, что красота будет всегда, потому что для меня это очень важно, чтобы то, что я делаю, это было красиво, профессионально, изысканно и может быть аристократично. Огромное вам спасибо за интервью. Успехов вам, мы счастливы, посмотрев вашу новую коллекцию. Спасибо огромное.